Многоженство на Северном Кавказе Кавказе Ну мы поженились, жили. Сейчас я понимаю, спустя столько лет, что, наверное, мы были слишком молодые для этого брака. А рядом не было взрослых людей, которые бы нам объяснили, как себя нужно вести. Мы многое не понимали, часто очень ругались и ссорились. И развелись. Показать лицо на камеру женщина отказалась. Попросила изменить голос и имя. И все из-за истории, которая произошла с ней несколько лет назад. Несколько лет я прожила одна. Пока меня не познакомили с одним человеком. Он был старше меня лет на 15. Этот человек показался мне порядочным, скромным, умным, хорошим мужчиной. Он сказал, что он готов заключить со мной никах. Я согласилась. И вот один из дней он привел меня к одному из своих знакомых и сказал, что это имам, что это священнослужитель. И тот провел обряд никяха. Однако счастье женщины длилось недолго. И мы с ним прожили буквально дня два, когда он сказал, что ему нужно уезжать по делам. И он мне обязательно позвонит. Но он не позвонил. И я стала переживать. Я звонила. Он поднял трубку. И он сказал, что я ему не жена. Что это был временный брак. Что он ошибался. И произнес три слова. И я поняла, что меня просто обманули. Такие тайные временные браки очень распространены в республике. Мужчины, уже имеющие жену, заключают никях – брачный союз с еще одной женщиной. А через очень короткое время, ничего не объясняя, просто исчезают из ее жизни. Как это произошло с нашей героиней. Но горький опыт стал амини-уроком. К следующему замужеству она отнесется серьезнее. Теперь я знаю, иншаллах, что если мне встретится мужчина, даже если я буду второй или третьей женой, или даже четвертой, он должен все свои обязанности делить между нами поровну. Он должен заботиться о каждой из нас, поровну заботиться о наших детях. И этот брак будет заключен не временный, что запрещается в исламе, а обязательно постоянный. Для того, чтобы узнать отношения окружающих многоженству в исламе, мы решили провести опрос на улицах Махачкалы. Днение людей оказалось разное. Кто-то относится к такой форме брака положительно. Нормально одно чувство. Если они могут обеспечивать их, если могут смотреть, детей смотреть, растить их, что делать. Что тут такое? Нормально одно чувство. Ну а кто-то не приемлет вовсе. Я, например, отношусь к этому отрицательно. Это вносит вздор в семье, разлады в первую очередь. Ну, конечно же, приводит к разводам. Я смотрю на этот вопрос, как один мужчина, одна женщина. Больше никак. Нет понятия многоженства. Есть полигамия, есть многогамия, так скажем. Что же касается временного брака, по мнению самих же мужчин, заключается он только с одной целью. Плохо. Нет такого. По закону, по шариату, нет такого. Есть природный инстинкт. Они этим оправдывают. Отрицательно высказываются о временных браках и эксперты по семейным отношениям в исламе. Подобная форма супружеских отношений запрещена шариатам. Временный брак, он однозначно и полностью запрещен в исламе. Он противоречит вообще самому институту семьи. Семья для чего в исламе создается? Для того, чтобы создать долговременный союз, чтобы появилось потомство, чтобы было воспитание, чтобы была забота мужчины о женщине и так далее. А временный брак противоречит всем этим целям, которые ставит ислам. И здесь нет никаких гарантий для прав женщины, прав детей и так далее. Многоженство, конечно же, дает женщине шанс спастись от одиночества, любить и быть любимой. Защищает от попадания в ситуации, которые являются греховными в исламе. Но здесь все зависит от мудрости и богобоязненности мужчины. И, конечно же, терпения и понимания его жен. Патяна Брузиева, Рамазан Магомедов, канал Олив, Дагестан.